ну давай посмотрим так во первых крыло какого самолета есть некоторые которые получают им хватит на крыло от самолета от боинга некоторым а там 24 а некоторые которым вообще даже и запасное колесо от самолета не хватает во-первых если мы выбираем первый язык программирования в сознательном возрасте то все зависит от того что мы хотим сделать чем мы хотим заниматься каким направлением а если мы находимся в школьном возрасте но тут за нас выбирает школа это входит в школьную программу и языки программирования уже зависимости от учителя который тебя его и будет преподавать а вот здесь очень интересный вопрос многие считают что математика не нужна но опять мы сталкиваемся с другим понятием обывательским что программист это вот все на самом-то деле в программировании существует куча разных направлений есть направление где да действительно математика не нужна но есть направление где математика нужна и очень больших количествах к примеру тот же самый искусственный интеллект который имеет час очередной всплеск интереса к себе там нужна математика там нужна статистика причем очень много второй момент разработка программ связанных с геопозиционированием с gprs ами и тому подобные вещи где нужны сложные расчеты да даже те же самые архитектурные программы или модели программы которые моделируют какие-то процессы нашего человечества поэтому тут зависит опять таки от того чем вы хотите заниматься каким программированием вы хотите заниматься если вы хотите создавать сайты и создавать лицо сайтов то есть внешний вид туда там математики вам не понадобится вам наоборот там понадобится знание графического дизайна цветопередачи если вы хотите заниматься искусственным интеллектом вот там вам придется побольше математики во первых программисту высшее образование нужно и не обязательно чтобы это было высшее образование именно по направлению программирования если ты будешь заниматься программами связанные с каким-то будем говорить так допустим с планированием данных или с каким-то там как мы говорим архитектурные программы то здесь ты должен еще иметь понятие в этой области где ты пишешь программы поэтому ты можешь быть иметь получить высшее образование допустим архитектуре параллельно с этим изучить язык программирования и создавать программы которые будут создавать архитект будут помощниками для архитектора и и по-любому все равно высшее образование нужно оно помогает как бы нам ну как сказать классифицировать наши знания да то есть их более структурировать мы опять сталкиваемся с тем же самым вопросом а что вы хотите делать да если вы хотите создавать простые программки достаточно простого компьютера офисного не сильно навороченного и даже если вы начинаете изучать программирование вам достаточно простой компьютер конечно сейчас не скажу там какой процессор моделей тому подобная память но если ваш компьютер может выходить в интернет если вы можете смотреть видео до общаться онлайн участвовать на каких-то семинарах вебинарах даже на нем можно спокойно научиться программировать а дальше когда вы уже выберете ту нишу где вы хотите работать тогда вы войдете сообщество программистов занимающиеся этими направлениями там уже вам точно скажут а какой компьютер лучше подходит ну во первых они все умрут из городу некому будет готовы во первых выращивать некому будет готовить некому будет как говорится даже а мало то что умрут из города они же еще и голыми будут одежды не будет да а если так серьезнее сказать но не не получится так чтобы все люди стали сразу программистами это равно сильно тому что если все любители автомобилей будут покупать машину только одной марки мы люди так устроены что нам все равно всем нравится что то другое то же самое и занятие профессии опять опять тут действует момент такое обывательское мнение программиста что это так человек сидящий круглые сутки за компьютером и стучащий по клавишам и все время вам в темноте и вокруг только зеленый цвет и он стучит 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 непонятно что кушать нет на самом-то деле программисты они точно такие же офисные работники сейчас программисты это люди которые приходят 8 утра себе или в 9 на работу до пяти-шести вечера работают ну понятно как на всяких работах бывают срочные дедлайны нужно срочно выполнить какую-то работу да они задерживаются но закончилось у них рабочее время не себе спокойно идут домой но естественно как и в любой профессии в программистах есть люди которые увлечены но тот имидж который нам создала средства массовой информации ну нет поэтому программистам нет никакого вреда для здоровья да может быть считается что они сидят хорошо тогда давайте возьмем водителей дальнобойщики а им не вредно сидеть долго сидеть и крутить рули смотреть на одно и то же бегущую дороге знаки 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 как же с их ним здоровьем давайте скажем так у нас сейчас нейронные сети этот сильно чуть завышенные понятия дамать мы от них ожидаем сильно многое чего но по факту нейронные сети это алгоритмы это алгоритмы работающие по определенным технологиям и поэтому заменить миддл и сеньор программистов на данном этапе у них не получится быть помощником до помогать расширять возможности и как-то подстегивать миддл программистов да это можно но заменить полностью ну не получится у них пока на данном этапе нет программисты занимаются спортом не обязательно спортом у многих они точно так же как обыкновенные офисные работники имеют свое свободное время некоторые занимаются спортом некоторые не занимаются спортом некоторые у некоторых есть другое хобби которым они занимаются но опять-таки по желанию и есть так внимательно посмотреть на многих конференциях даже многие программисты выглядят очень спортивно возьмите тех же самых руководителей компаний тех же гугла фейсбука даже билл гейтс в своем возрасте он выглядит очень хорошо и очень подтянутый он не прибирается на рабочем столе на оборот пользователей потому многих пользователей там на рабочий стол на компьютере может быть завален куча всего у программиста рабочий стол меньше завален всякими лишними файлами лишней информации потому что ему надо под рукой находится все что необходимо и бывает наоборот обыкновенный деревянный рабочий стол будет идеально чистый компьютерный рабочий стол может быть завален и получаем может компьютерный стол чистый рабочий стол наоборот завален так что тут все зависит не от специальности тут зависит от конкретного человека как он привык и